Почти все из вас все еще думают, что это что-то недостижимое, что-то такое, что у нас в стране не присутствует пока и чего мы сделать не можем. Но это не так. И сегодня мы наглядно вам это продемонстрируем. А именно три устройства, которые докажут вам обратно, что у нас в стране есть абсолютно все нужное для того, чтобы прикоснуться к эре от всеобъемлющего интернета. Итак, прежде чем продолжить говорить о всеобъемлющем интернете, я попрошу вас оглянуться на прошлое и вспомнить три очень важных события. Первый из них это изобретение робота Айбу. Это произошло в далеком 1999 году, 16 лет назад компания Sony в Японии. И тогда уже был создан робот, который был полностью автономным. Он умеет учиться, реагировать на действия людей, на их речь, ходить, разговаривать и так далее. 12 лет назад вот этим человеком, которого ныне должны знать все, по моему мнению, Илоном Маском, была основана компания Tesla Motors. И уже через три года, в 2006-м, был изобретен первый электромобиль Tesla Roadster. Сейчас на слайде вы видите уже салон нового автомобиля Tesla Model S. Я думаю, что многие из вас уже прекрасно знают, что это такое. Илон Маск дает прекрасную перспективу для будущего всего человечества. Это полный отказ от нефтепродуктов. Никакой нефти, никакого бензина, никакого загрязнения. В 2007 году Стивом Джобсом, человеком, которого ныне знает все человечество, был изобретен iPhone. Смартфон, который перевернул практически весь мир. Это был, грубо говоря, взрыв в технологиях и дизайне устройств. На то время о таком никто просто и мечтать не мог. Об устройстве, которое включало в себя абсолютно все. И при этом было красивым, элегантным и работало быстро. Итак, сегодня мы расскажем вам о трех устройствах, которые подведут вас к робототехнике, к смартфонам и, в принципе, к технологиям и их дизайну в общем. И первым устройством из этого списка будет Ардуино. В принципе, существует огромное количество разных микроконтроллеров. И разработка устройств на их основе довольно тяжела. Нужно боять необходимых программаторов и так далее. Те люди, которые ходят на курсы компьютерной техники, это прекрасно знают. Но есть такая прекрасная микропроцессорная плата, как Ардуино, которая облегчает все это и позволяет программировать микроконтроллер напрямую. Значит, все же, что такое Ардуино? Это тот же микроконтроллер, только на него легче записывать код. Почему легче? На него уже записан загрузчик. То есть нам не нужны никакие программаторы, нам ничего не нужно паять. Собрали на вот такой вот макетной плате, как собранный прототип этой метеостанции, загрузили код за пять секунд и все работает. Где же используется Ардуино? Ардуино используется широко в робототехнике, во всяких системах управления, в системах слежения за чем-либо. Для сегодняшней презентации был собран прототип метеостанции, который вы видите на экране. Из чего состоит? Собственно, из самой системы Ардуино, LCD-дисплея, датчика влажности и температуры и макетной платы, на которой это все собрано. Как же работает эта система? Датчик захватывает данные температуры, данные поступают на микропроцессор и микропроцессор, обработав их, выводит на экран. Понятное дело, это всего лишь малая часть того, что можно создать на этой системе. Также, как я и сказал ранее, система используется широко в робототехнике. Этот момент также не был упущен нами. В нашем конструкторском бюро была разработана такая себе модель или прототип автомобиля, машинки, робота, который управляется с телефона на базе операционной системы Android. И сейчас я вам продемонстрирую ее работу. Заходим в приложение с обычного телефона, сейчас подсоединится. То есть не обратите внимание под стол. Как мы видим на экране, на втором, там расположены сразу и 4 USB-выхода, Ethernet, 40 пинов и GPO, которым подключаются различные устройства, датчики, что угодно, что вы придумаете, подключите хоть холодильник, хоть кота. Центральный процессор, как я уже говорил, HDMI-выход, через который, собственно, подключена и наша модель. Обратите внимание на первый экран. Обычный рабочий стол персонального компьютера под управлением системой Debian. Сейчас открываем официальный сайт нашего университета. Все работает. Вот она. У меня есть еще дома такая же. Она установлена у меня в комнате. Я на нее поставил беб-сервер, подсоединил несколько датчиков. И вот, что из этого вышло. Продемонстрируйте. Заходим на скриптик RP-монитор. Из-за Майнкрафта все плотвисло. Ничего страшного. Показывает температуру моей комнаты. Очень интересная информация. 24 градуса у меня в комнате теплее, чем здесь. Здесь 18. Также можно получить удаленный доступ через меня к моему компьютеру, к моей сети. Ну, то есть, я подключил свой дом к интернету через эту вещь. Я планирую дальше подключить еще больше датчиков. Это не составляет никаких проблем. Из-за наличия вот этих вот пинов, GPO. Вот, опять же, молодой человек говорил о современных устройствах, о современных технологиях, которых еще никто не видел. Но я более чем уверен, что про 2NB не знали. О нем нет никакой информации в интернете толком. Это устройство было изобретено и сделано относительно недавно. И сделано оно для того, чтобы автоматизировать и облегчить процесс создания системы умного дома. Вы знаете, что это такое? Да. Многие из вас знают. Большинство. Подавляющее большинство. Умный дом — это возможность подключить каждую вещь в вашем доме и сделать так, чтобы она работала на вас автоматически. Двайн — это устройство, которое помогает сделать это быстро и без знаний в схемотехнике и программировании. И сейчас мой коллега покажет вам, что это такое, на примере работы датчика потопа. Можно так сказать. Это проект кикстартера. Требовал набрать 35 тысяч долларов, а набрал чуть более полумиллиона. Для примера, в Твайн можно подключать более, не более, а точнее, а до 40 различных датчиков. Датчик закрытой двери, датчик приближения человека, красные датчики разные. И, например, тот, который мы покажем вам сейчас, это датчик потопа. Например, представим, мы смодулируем такую ситуацию. У вас какие-то есть определенные проблемы с соседями сверху, которые очень любят вас топить. И вы не хотите, чтобы, когда вы пришли домой, у вас все было затоплено, придется менять, понятное дело, полы, там еще что-то, потолки, менять стены. И вы хотите как-то предотвратить процесс потопа. Для этого, например, можно использовать Твайн и подключить специальный датчик, который мы сейчас вам покажем. Выглядит он примерно вот так. Небольшой датчик. Используется он таким вот образом, опускается вниз, и когда вода достигает определенного уровня на этом датчике, срабатывает, ну, срабатывает систему, в общем-то, и отправляет вам на мыло писемцо, которое будет говорить вам о том, что у вас дома потоп. Ну, или любой текст, который вы выберете. Сейчас мы немножко его настроим и покажем, как это работает. Коллеги, видите, написано в этом. Что значит в этом? Мокрый. Мокрый, точно. Даем приз. Я тоже сказал. Коллеги, спасибо вам большое, что вы пришли, что вы нашли время. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО.